Не имея преимуществ ни в количестве, ни в вооружении, летчики израильских ВВС бросаются в атаку. Их реактивные сверхзвуковые самолеты не приспособлены к схваткам на небольших дистанциях. Но идет война. Война на уничтожение. У них нет выбора. Погибнуть или истребить своих противников в бою. Победить и выжить будет зависеть только от окружительно-маневренного пилотирования, идеальных летных навыков, безграничной храбрости и полного бесстрашия. Будучи в кабине дельтокрылых, нэшеров и миражей, мы сойдемся в истребительных сражениях с ударными эскадрильями Хокер-Хантеров и 21-х мигов. Оцените тактику. Проработайте и разберите стратегии. Провалитесь в кресло на мираже, испытывая запредельные перегрузки. Возьмите рычаг на себя, включите форсаж и приготовьтесь давить на гаше. Используя последние достижения компьютерной анимации, сейчас мы постараемся вместе восстановить все реалии истребительного боя, асов, пустынь и каньонов. 13 ноября 1966 года. Пара миражей военно-воздушных сил Израиля громовыми раскатами реактивных двигателей нарушают тишину восходящего солнца на пути Гаорданской границы. По оперативным сводкам, вражеские самолеты обстреливают израильских солдат. Миражи мчатся на подмогу. Израильские сверхзвуковые истребители с дельтовидным крылом быстро оказываются в горячей точке. Их пилоты сразу замечают отчетливые силуэты фюзеляжей и стреловидных крыльев и орданских Хокер-Хантеров. Лон Нордин, писатель и историк. На вооружении Иордании стояли очень хорошие летательные аппараты, изготовленные в Великобритании. Хокер-Хантер, что означает охота. Еще одна спарка из 119-й эскадрильи присоединяется к миражам. Но израильтяне по-прежнему лишены преимущества. Четыре миража против восьми тяжелого вооруженных Хантеров. Здесь миражи. А вот тут Хантер, атакующие израильские наземные войска. Израильтяне резко пикируют в полуторакилометровой высоты. Их противники идут в лобовую атаку. Как это делалось в Первую мировую, пытаясь вовлечь летчиков на сверхзвуковых виражах в битву на реактивных виражах. Командир 119-й эскадрильи майор Ран Ронан уверенно ведет своих пилотов в бой. Это был наш первый бой против воорданских летчиков на Хантере. И он был очень трудным. Поворачиваясь от вражеского огня, бросая свои самолеты туда-сюда и с стороны в сторону, израильтяне никак не могут взять соперников под прицел. Меня удивило, что они совершали такие крутые маневры. Я раньше о них так не думал. Построенные во Франции, миражи были спроектированы как скоростные высотные перехватчики. Они способны двигаться в два раза быстрее скорости звука и атаковать бомбардировщики ракетами класса воздух-воздух. Перехватчик предназначен для моментального набора высоты, для перехвата целей. Они не были созданы для ближнего маневренного истребительного боя. Иорданские летчики, подготовленные Королевскими БВС Британии, очень хорошо и очень уверенно чувствуют себя в своей стихии. Мы отрабатывали навыки в учебных боях, и там было крайне сложно. Но там вместо противников были наши, израильские пилоты. Михаил Эдрей, летчик писатель. Бой продолжался минут шесть. Это очень долго. И никто никого не подбил. Ни израильтяне и ордансы, ни ордансы израильтяне. Но командир Ран Ронан должен был отстоять честь своей эскадрильи. Профессиональная гордость и выручка бойца также не давали ему покоя, требуя победы. Он выбирает одного из охотников и начинает преследование. Меня это достало. Я должен подбить хотя бы одного из них. Я выбрал самолет и сказал себе, «Этот будет спит». Ронан пристраивается позади своей жертвы. Ему удается захватить противника в прицел. Но как только он приготовился нажать на гашет, неожиданно и орданский пилот закладывает крутой вираж, затем опрокидывается и резко пикерет к земле. Эти самолеты, в отличие от французских сверхзвуковых миражей, не обладали такой высокой скоростью, но в ближнем истребительном бою были чрезвычайно эффективны. Пытаясь уйти от преследований и стряхнуть истребитель настойчивого израильтянеца своего хвоста, в какой-то момент Хоккер задирает носовую часть и устремляется вниз. Пилот принял верное решение. Мираж быстрее, и скорость сваливания у него выше. Чтобы оставаться позади медленно набирающего высоту Хантера, Ронан вынужден двигаться по спирали. Он не в состоянии прицелиться и быстро теряет необходимую для полета скорость. Вскоре его самолет свалится в штопор и превратится в отличную мишень для охотников Хантера, Делая все возможное, чтобы не вырваться вперед, а оставаться позади соперника, Ронан деликатно балансирует на острие ножа, у самой грани возможности. Я оказывался то с одной, то с другой стороны от него. Мы были очень близко, мы в упор смотрели друг на друга. Секунды отделяют Ронана от поражения в этой битве. Он вывел свой «Мираж-3» за грань всех допустимых пределов. В 1962 году, когда израильтяне впервые получили истребитель «Мираж-3», они понимали, что самолет не рассчитан на ближний и маневренный бой. Но на тот момент это был самый совершенный боевой летательный аппарат из тех, что они могли себе позволить. Всего несколько стран готовы были снабжать молодое еврейское государство оружием. «Мираж» — прочный надежный каркас, фюзеляж обтекаемой формы и две 30-миллиметровые пушки, установленные по настоянию заказчиков. Самолет имеет особое крыло треугольной формы, которое называется «дальтовидным». Это — результат немецких разработок времен Второй мировой войны для полетов на запредельных скоростях. Дальтовидное крыло крайне эффективно, особенно на около- и сверхзвуковой скорости. Даже относительно небольшое по размерам, оно дает хорошую подъемную силу, служит вместительным топливным баком и оказывает низкое лобовое сопротивление воздуху, что крайне важно для прорыва звукового барьера. Тогда как «дальтовидное крыло» очень эффективно на сверх- и околозвуковых скоростях, размашистое стреловидное крыло более универсально, обладает большей подъемной силой и позволяет выполнять крутые маневры с меньшим ускорением. «Хоккер Хантер» имел более традиционное стреловидное крыло, типичное для истребителей 50-х годов. Это было крыло большой площади, плавно переходящее в фюзеляж, что давало значительную подъемную силу. Вместе с реактивным двигателем достаточно высокой мощности получалась хорошо маневренная, устойчивая артиллерийская платформа. «Мираж» быстрее, но «Хантер» более маневренный, и скорость сваливания у него ниже. Он оснащен четырьмя 30-мм стволами, тогда как у «Миража» всего две пушки. И сейчас высококлассный иорданский пилот на медленном «Хантере», вовлекший Ронана в бой на вертикали, имеет все преимущества. «Мираж» почти полностью теряет скорость, необходимую для полета. И тут он сделал большую ошибку. Пилот «Хантера» не выдерживает и срывается в сторону. Это именно то, что летчик-истребитель и ожидает в ближнем бою. Момент, когда его соперник совершит ошибку. Ронан получил этот момент и тут же пристраивается к «Хантеру» в хвост. Но прежде чем он успевает выстрелить, иорданский пилот резко пикирует к земле и прячется между холмами. Он пытался уйти на восток. Думал, что израильтянин не сумасшедший покинуть свое воздушное пространство и преследовать его над петляющим руслом пересосшей реки в ущелье у самой земли. Иорданец не знал, с кем он связался. Ронан был тем самым сумасшедшим, готовым идти на все и полной решимости победить в истребительной схватке. «Хантер» лавирует прямо у самой поверхности со скоростью тысячи километров в час, оставляя «Мираж» позади в клубах своих пыхлопных газов, песка и камней. Он рассчитывает на то, что израильский пилот ошибется, и его самолет врежется в землю или в стену каньона. Я никогда не видел такой погоды. Так низко, у самой поверхности и между стен ущелья. Никогда. Ущелье петляло из стороны в сторону. Иран никак не мог прицелиться. Для этого он должен был находиться метров на пять ниже своего соперника. А они летели практически на одном уровне. И «Хантер» не поднимался от поверхности. Для прицельного попадания 30-мм орудия «Миража» должны быть направлены слегка выше цели. Я все время оставался позади в 250 метрах от него. Но мне никак не удавалось снизиться даже на 2 метра, чтобы поймать его в перекрестии. Еще две с половиной минуты, рев и свист реактивных двигателей, как раскаты грома, эхом сотрясают ущелье. «Хантер» уверенно лавирует через любые препятствия в каньоне. Под солба затекает кислородную маску и капает с подбородка Рона. Шлем летчика наполнен звуками его тяжелого дыхания. Нарастает чувство беспомощности и разочарования. Похоже, что этот охотник и орданец уйдет от возмездия. Неожиданно все меняется. Рану повезло. Там в ущелье был небольшой холм. Хантер задирает нос. Ран готов был кричать от радости. Он вынужден был подняться выше. И тут же оказался у меня под прицелом. Я сразу же дал короткий залп и менее чем за одну секунду выпустил по нему 21 снаряд. 30-миллиметровые разрывные боеприпасы смертельно эффективны. Ростовая часть Хантера начинает разрушаться. Но самолет прямо продолжает планировать. Ронан заходит сверху, чтобы лучше рассмотреть результаты своих усилий. То, что произошло дальше, по сегодняшний день не дает ему покоя. Самолет кренится влево под углом 90 градусов. А затем летчик катапультируется и разбивается об отвесную стену каньона. Все прямо на моих глазах. Это было невероятно. Хантер врезается в землю. Первый сбитый самолет на щиту рана Ронана. Его противник, подобно льву, мужественно сражался до последнего. Я был счастлив, что в тот раз мне удалось вернуться домой и совершить посадку. С другой стороны, после такого трудного боя, длившегося 8,5 минут, оставьте в стороне враг, не враг. Забудьте, как настоящий летчик-истребитель, как мой коллега. Я считаю, что он заслуживает того. Он не должен был подвергать себя такой опасности во время катапультирования. Полгода спустя, во время шестидневной войны, Ран Ронан и все боевые пилоты военно-воздушных сил государства Израиль войдут в историю, когда в июне 67-го, всего за несколько часов, разгромят авиацию объединившихся арабских агрессоров в Драбадан, а истребители «Мираж» станут эталоном для подражания новой реактивной эпохи. Милитарные подразделения израильской военной авиации четко укажут всем, что не столько самолеты, а человек в кабине, и есть то, что является критической разницей. Волнееносная война в пустыне также выделит одного израильского пилота-новичка, которому предстоит носить звание самого результативного летчика-истребителя реактивной эры в мире. 6 июня 1967 года. Шестидневная война. В небе над Южным Израилем два «Миража» и 101-й истребительной эскадрильи летят по направлению к Египту. Ведомый в этой паре лейтенант Георо Эпштейн. Это его третий боевой вылет на «Мираже». На его счету все еще ни одного сбитого самолета, хотя как раз ему-то и предстоит стать самым выдающимся летчиком-истребителем реактивной эры. Жорик Эпштейн и его ведущий вылетели на задание по уничтожению самолетов египетских ВВС. Мы были на высоте 6,5 километров и как раз начали поворачивать, чтобы выйти на цель, когда обнаружили двоих у себя на хвосте. Я был удивлен. Это была еще одна спарка наших «Миражей». Боевые пилоты очень чутко осязают территорию. Особенно летчики-истребители во время выполнения заданий. Я им говорю «Вы чего, ребята? Мы свои!» «Дайте работать! Оставьте нас в покое!» И тут я вижу, как они делают переворот, чтобы спикировать на цель. Смотрю, куда они направляются, и вижу звено из трех самолетов Су-7. Спроектированный и изготовленный в Советском конструкторском бюро Павла Сухова, внушительных размеров истребитель-бомбардировщик Су-7 крайне эффективен в роли штурмовика. Его мощнейший огромных размеров двигатель способен вывести этот громоздкий самолет за пределы звукового барьера даже на крайне малых высотах у самой поверхности. Вот тут Георгий. А здесь те самые два появившихся миража. Они пикируют на звено из трех сушек. Но там есть уже и пара миражей, преследующих сушки египтян. В погоне друг за другом семь реактивных самолетов выстраиваются в сплошную смертельную кавалькаду. Впереди меня получалось так. Сухой, за ним мираж. Затем сухой, за ним еще один мираж. И немного в стороне, в конце опять. Сухой, за ним один мираж. И тут все одновременно начали стрелять. Град 30-мм снарядов разрывает раскаленный воздух пустыней. Сушки ведут к беспорядочному стрельнику. Миражи маневрируют и остаются невредимыми. Эпштейн позади всей процессии видят, как под прицельным кушечным огнем миражей сначала одна, а за ним другая сушка срываются и разлетаются на куски. Последний Су-7, пытаясь избежать той же участи, пытается оторваться. Один из миражей его преследует. Как раз я вижу, что мираж отстал от него. Герой Эпштейн понимает, что это его шанс отличиться и заработать себе первую победу. Он закладывает вираж и на околозвуковой скорости переходит в атаку. Отставший мираж выпускает тепловую ракету «Шафир», но она, не разорвавшись, пролетает мимо сушки. Израильские пилоты не очень доверяют первому поколению своих ракет с тепловым наведением. Они называют их «Бидон». Точно так же, как зовут пустые топливные баки под крыльями. Мы тогда шутили, если запустишь ракету «Шафир-1», она оторвется от крыла так же, как отрывается и падает на землю, используя топливный бак. Настоящий «Бидон». С большой дистанцией мираж в преследовании пытается достать сухого своим пушечным огнем. Он расстрелял весь свой боезапас, но был слишком далеко и не попал в цель. Оставшись без амуниции, мираж прекращает погоню и изменяет курс. Тем временем Эпштейн занимает его место и погоня продолжается. Сушка способна на очень резкое ускорение. И сейчас самолет приближается к звуковому барьеру. Раздался мощный хлопок. Су-7, пытаясь оторваться, переходит на сверхзвуковую скорость. Сопло двигателя истребителя «Мираж» ярко засияло, когда пилот Джора Эпштейн активировал форсажный режим. Путь в кабину истребителя Джора Эпштейн пробивал себе не совсем обычным образом, даже по израильским меркам. Изначально его не приняли в летную школу из-за небольших проблем с сердцем, и Джоргий пошел служить в воздушный десант. А в 1963 году он все же был зачислен на летную подготовку и некоторое время спустя получил свою пару крыльев. Вскоре, во время тренировок, его имя было уже у всех на слуху. Своим выдающимся летным мастерством пилоты обязаны нескончаемым учебным полетам в боях против своих же товарищей. В одном из таких тренировочных боевых полетов соперником Эпштейна был его непосредственный командир. В какой-то момент при выполнении маневра летчик замешкался, и самолет Джорика сорвался в штопор. К тому времени я прошел три четверти подготовительного курса. Совершил множество тренировочных вылетов. Я имел хороший опыт свободного падения. Порядка 500 прыжков с парашютом. И чувствовал себя очень уверенно в воздухе. Когда мой самолет начал падать, я не испугался. Что с того, что меня крутит и вертит? Меня и раньше без самолета крутило-вертело в свободном падении. Но инструктор Эпштейна чувствует надвигающуюся катастрофу. И он начал паниковать, кричит мне по рации. Давай влево. Теперь вправо. Нет, влево, влево сейчас. Влево, вправо. Сделай так, сделай сяк. В конце концов, мне это надоело, и я сказал, слушай, помолчи, а? Дай мне управлять самолетом. Не мешай и не путай меня. Затем, без всяких затруднений, я вывел самолет из штопора. Через некоторое время героя Эпштейна уже перевели на Мираж-3. Он прирожденный пилот. К тому же, обладает и другим редчайшим даром. Исключительной зоркостью. И может потягаться даже с радиолокаторами. Я способен засечь самолет с расстояния в 35-40 километров, тогда как большинство людей видит не дальше 15-20 километров. Во всех боях, что я участвовал, я засекал соперника намного раньше. И это давало мне преимущество. Товарищи прозвали его Соколинный Глаз. И сейчас эти зоркие глаза устремлены на пытающегося оторваться от преследований в египетские суси. Но он уверен, что этот здоровенный истребитель-бомбардировщик, оставляющий за собой струю песка и вохлопных газов, будет первым в его по сложному списке. Я долго гнался за этим сухим над песками Синайской пустыни. Наконец он приблизился на расстояние пушечного выстрела. 350 метров. Самолет попадает в перекрестье прицела. Этот момент Герри Эпштейн представлял себе много лет. И много-много раз. Он жмет на гашетку. Ничего не случилось. Борыве преследований, Шорик забыл снять орудие с предохранителя. Я сразу ударил рукой по переключателю. Тут же из обоих стволов выпустил по нему очень короткий залп. На Су-7 установлен огромный двигатель. Позади него зияет огромное сопло. Все мои снаряды влетели прямо в это огромное раскаленное сопло. Раздался мощнейший взрыв. И я вижу, что из этого взрыва вылетает только носовая часть фюзеляжа с крыльями. То немногое, что осталось от самолета, делает самую маленькую мертвую петлю, которую мне приходилось видеть в жизни. И он разбивается об землю. Герой Эпштейн сбил первый самолет и воплотил свою мечту в жизнь. Шесть лет спустя он опять вовлечен в истребительный бой над пустыми, где ему как никогда раньше придется проявить свои летные навыки. Только теперь это Дельта против Дельты. Одно из легендарных воздушных сражений реактивной эпохи. 20 октября 1973 года. Война Сумного дня. Герой Эпштейн возглавляет звено истребителей с дельтавидными крыльями по пути к Суэцкому каналу. К тому времени он уже очень опытный пилот. Дважды аз, записавший на свой счет множество сбитых самолетов. Они в кабинах построенного израильтянами Нэшер, копия французского истребителя Мираж 5. Оператор радара, контролирующий полет с Земли. На экране локатора засек приближающиеся навстречу египетские самолеты и отдает команду звену Эпштейна подняться на высоту 6,5 километра. Когда мы подлетели к каналу, мы ничего особенного не увидели. Но он сказал, что вражеские самолеты надвигаются с юга. Я тут же посмотрел в ту сторону и увидел 10 пар истребителей МиГ-21. Они почти вплотную приблизились к нам, но в последний момент повернули на запад и стали уходить вглубь Египта. Георгий и его звено находятся здесь. МиГ-21 находятся вот здесь. Эпштейн и его звеневые тут же избавляются от дополнительных топливных баков, переходят на форсажный режим и пускаются в погоню за МиГами. В наушниках Жорик слышит хороший сигнал. Его тепловая ракета захватила цель. К тому времени у нас уже были хорошие ракеты Шафир-2 и М-9Д. Я выстрелил и поразил этой ракетой одного из ведомых с парки МиГа. Он взорвался и свалился на землю. Затем я сразу погнался за ведущим. Как раз в этот момент ковер пустыни под ними неожиданно оживает. Снизу появляется армада египетских истребителей, замаскированных песочной окраской. Они выросли, как грибы, из ниоткуда. Думаю, их там было где-то пару десятков. Египтяне заманили израильтян в ловушь. Летчику-истребителю Георо Эпштейн предстоит испытать Нэшер в реальном воздушном бою. В войне судного дня 1973 года израильские военно-воздушные силы использовали новейший истребитель отечественного производства, двоюродный брат своего предшественника Миража-3. Скоростной истребитель обтекаемой формы и дельтовидным крылом появился в эру международной напряженности и шпионажа. К 1967 году Израилю нужен был новый самолет для поддержки флота хорошо проявивших себя истребителей Мираж-3. Было налажено близкое сотрудничество с французской фирмой Дассо, разработавшей и производящей Миражи в целях постройки нового, не столь дорогого самолета, более простого в эксплуатации и обслуживания. Его назвали Мираж-5. Правительство Израиля авансом заплатило французским друзьям за 50 новых истребителей. Но прямо накануне шестидневной войны президент Франции Шарль Дегольд наложил полное эмбарго на торговлю оружием с еврейским государством. Сотрудники израильской разведки Моссад, действуя через дружественно настроенных людей за пределами Франции, раздобыли чертежи проектируемого истребителя. Это позволило израильтянам создать свою собственную версию Миража. Они назвали его Нэшер, что на древнебиблейском языке означает «Орел». Нэшер был усовершенствован в версии самолета Мираж-3. Его проектировали как ударный истребитель для непосредственной поддержки наземных войск, другими словами, штурмовик. Это был более универсальный летательный аппарат по сравнению с истребителем-перехватчика Мираж-3. Он способен был не только на перехват целей, но также на ближний истребительный бой, операции по бомбардировке и непосредственной поддержке наземных войск. Хотя Мираж-3 был легче и слегка маневренней, Нэшер был способен взять на борт больше бомб, ракет и почти на полтонны больше топлива без помощи наружных баков. Эти преимущества оправдают себя предстоящей схватке Гера Эпштейна против армады, изготовленных в Советском Союзе Мигов-21. Миг-21 — стандартный истребитель, поставляемый тогда советами своим союзникам. На высоте он способен развивать две скорости звука. Начиная с 1962 года в больших количествах экспортировался в арабские страны. Самое большое отличие Мига от Нэшера — это хвостовое оперение. Нэшер не имеет горизонтальных хвостовых поверхностей, что типично для западных истребителей с крылом дельтовидной формы, в то время как Миг-21 русские оснастили хвостом с горизонтальными рулями высоты. По их мнению, это улучшало управление самолетом. В этой дуэли дельтовидных крыльев летательные аппараты почти равны между собой, только их пилоты могут выявить разницу. Эпштейн рассчитывает на свои исключительные летные навыки и неистовый дух воина. В небе над Нижним Востоком он готов еще раз доказать всему миру, что израильские летчики-истребители по праву считаются лучшими. Пара десятков Мигов-21, двигаясь на предельно малой высоте, оставались вне видимости радаров. Другой строй Мигов увлек израильские истребители прямо к ним в ловушку. Но они допустили ошибку. Заходя на нас снизу, они потеряли скорость, а с ней и все преимущество. Мы немедленно перешли в атаку. Эпштейн с воду сбивает ведомого одной из пар, заманивших их в эту ловушку. Затем заходит в хвост ведущего. Около четырех минут продолжалась эта погоня. Но мне никак не удавалось поймать его в прицел, потому что он яростно бросал свой миг из стороны в сторону. Таких, как он, по-еврейски называют Мишуген. Он вел себя, и этот истребитель, как бешеный. Он как бешеный делал петли, почки, зигзаги, фельманы, подъемы и перевороты. Все мыслимые и немыслимые фигуры высшего пилотажа. Он всячески пытался стряхнуть с хвоста своего преследования. Пока Эпштейн гонялся за своей неподатливой мишенью на мишенью, остальные истребители его звена по рации координируют между собой то, что Жорик называет «кубком». Во время истребительного боя, внутри такой чаши, как пчелиный рой, полчища самолетов хаотично движутся, пытаясь зайти друг другу в хвост. Иногда ты преследуешь миг, видишь, как в стороне другой миг заходит сзади твоего товарища. И тогда ты говоришь ему, чтобы он ушел влево или вправо, вверх или вниз. Получаешь от него подтверждение, видишь, что он оторвался от преследования, и сам пытаешься не попасть кому-то в зону обстрела. Эпштейн все еще пытается сбить своего непокладистого соперника, когда замечает ведомого преследующего другого египтянина. Как раз в это время, тот выпускает по нему ракету, и миг взрывается, разлетаясь на куски. Но Нэшер его боевого товарища угодил прямо в инверсионный свет своей ракеты, и его двигатель неожиданно глохт. Вестовая преследовать миг, Жорик командует напарнику перезапустить двигатель. Я сказал им вначале установить малые обороты, закрыть, а потом тут же открыть заслон. Он так и сделал. Мотор взревел. Летчик опять контролировал свой самолет. Но я отдал ему команду возвращаться назад на базу. Думаю, с него уже хватило в той день. Ведомый Жорик полетел обратно на аэродром. Почти одновременно еще один истребитель докладывает о потере топлива и ложится на обратный пирс. Его напарник, пытаясь догнать и сбить миг, тоже покидает кубок. Эпштейн пытается сконцентрироваться и прикончить своего неподатливого сумасшедшего. Но теперь Жорик остается один, а вокруг него 11 мигов, жаждущих крови. 20 октября 1973 года. Юра Эпштейн остается в одиночестве во вражеских небесах против 11 истребителей МиГ-21 и Нипецких ВВС. Уже больше пяти минут он тщетно преследует одного из них, пытаясь прицелиться и сбить. Выполняя немыслимые маневры, МиГ постепенно теряет скорость, а с ней и высоту, опускаясь ниже и ниже к земле. Все это время он так много маневрировал, что потерял скорость и высоту. Они уже были в километре над поверхностью, когда этот бешеный египетский летчик решился на самый безумный маневр, на мертвую петлю с переворотом в непосредственной близости от Земли. Египтянин потерял всякое терпение. Он задирает нос, затем опрокидывается и пикирует вниз. Чтобы выполнить подобный трюк и безопасно выйти из пике, МиГ-21 должен находиться на 3-х километровой высоте. Георгий, глядя на пикирующий МиГ, не может поверить своим глазам. Я не полетел за ним, мы были слишком низко. Я был уверен, что он разобьется. Он приготовился увидеть взрыв. Не знаю, как ему это удалось. Все, что я увидел, огромное облако песка и пыли. Был уверен, что тот разбился. Но уже в следующую секунду замечает МиГ почти в вертикальном положении, как ракета, резко набирающей высоту. Подвергив себя и свой самолет немыслимому риску и запредельным перегрузкам, египтянину удалось совершить невероятную. Похоже, что горизонтальное хвостовое оперение МиГа сыграло свою роль в этой бешеной головокружительной аэробатике. Он выполнял такие невероятные маневры. Египетский пилот геройски сражался, но в итоге вся его энергия иссякла. Иссяк и выбор. Полный форсаж, 7,5 тонн тяги реактивного двигателя теперь противостоят неотвратимому земному притяжению, мощному притяжению африканских песков и пустыни. Эпштейнштал, как только МиГ появился из облаха пыли, открыл по нему прицельный огонь. Короткий артиллерийский зал положил конец безумной сливатке. Быстро оглянувшись по сторонам, он замечает надвигающиеся сзади египетские стремители. Еще 9 повсюду крутятся в воздухе, готовые сбить его с небес. Жорик окружен со всех сторон 5 парами МиГов. Один за другим, каждая спарка по очереди набрасывается на одинокий мираж израильтянина. Как только одни выходят из атаки, на их место становятся следующими. Все это время я оставался в обороне, но иногда, когда появлялась возможность, тоже не сидел сложа рук. Знаменитый бой Герри Эпштейна против 10 МиГов начинается, когда первая пара заходит к нему в хвост. Головной истребитель открывает беспорядочную стрельбу из всех орудий. Жорик закладывает резкий вираж влево, вынуждая МиГ проскочить вперед. Если его Нэшер будет продолжать поворачивать, то потеряет жизненно важную скорость. Он бросает рычаг от себя, выравнивает самолет и начинает разгоняться. Компенсируется пробежные силы и потерянное ускорение. Необходимо как можно скорее выровнять самолет и разогнаться, пока тебя не настигли сзади другие стрельбы. Если будешь продолжать закладывать в вираж, то потеряешь скорость, и твои противники могут очень быстро тебя сбить. Если ты продолжаешь движение, после выстреливания, то потеряешь всю свою скорость. И кто-то другой может выйти из外ны и убить тебя. Не успевает Гера перейти в горизонтальный полет, как тут же замечает пару МиГов, летящих ему навстречу. Я заметил вспышки впереди покоса. Пара МиГов стреляла прямо мне в угол. Практически одновременно они выпускают ракеты мне навстречу. Скорость сближения слишком высока, да и под таким углом ракеты вряд ли его заденут. Но если хотя бы одна из них сдетонирует непосредственную близость, это верная МиГ. Все, что Жора может сделать в этой ситуации, пригнуться в кабине. Ракеты и МиГи раскакивают прямо над его головой. Еще одна пара МиГов оказывается позади него. Все просто. К счастью, у тебя есть только один Туфос, и там хватает места только на один самолет. Сколько бы их вокруг ни летало, десятки, сотни или даже тысячи, сзади, со стороны шести часов, может поместиться всего один. Только тот, что на хвосте позади, способен прицелиться и сбить тебя. На этот раз у Эпштейна есть небольшой запас скорости и времени. Он выполнит подъем-переворот в бочку с отставанием, пропустит своих соперников вперед, а затем сам зайдет им в пост. Демонстрируя свою отменную ловкость в аэробатике, Жора Эпштейн из потенциальной жертвы моментально превращается в охотника и палача своих преследователей. Эпштейн очень тонко чувствовал скорость, свою машину и ее потенциальную энергию. Он был способен четко всем этим управлять и распоряжаться в нужный момент. Его расчет всегда был верным. Короткая очередь из 30-мм орудия. Затем клубы огня и густого дыма. Немедленно выравнивает самолет, готовясь к следующему поединку. Последняя пара мигов выдвигается, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Более 7 минут Геора Эпштейн в одиночку сражался против 11 истребителей МиГ-21. Последняя пара заходит ему в хвост. Они, как никогда раньше, готовы на перехват и полное истребление этого самоуверенного Израилтоса, стрелявшего их товарищей в Трабадан, прямо у них на глазах, в их собственном воздушном пространстве. МиГ становилось все меньше и меньше, пока не осталась всего одна Спарка позади меня. Эпштейн, положившись на свой опыт и интуицию, прочувствует момент, когда МиГи готовы открыть огонь. Затем использует маневр, который вынудит соперников проскочить вперед. Израильтяне называют этот классический прием «Уступи дорогу». Потом, оказавшись сзади, он обнаживает свои орудия. Эпштейн резко уходит в сторону. МиГи проскакивают вперед и, осознав, что произошло, переходят на форсаж, стараясь оторваться, быстро набирая высоту. Эпштейн поворачивает, выравнивает свой Нэшер и направляется в погоду. Он ловит ближайшего из них в перекрестие прицела и открывает огонь. Я стрелял по второму. Мои снаряды попали прямо в кабину. Не было ни взрыва, ни дыма, ничего. Он опрокинулся и спикировал прямо в землю. Другой МиГ продолжал убегать. Эпштейн направляет на него свой самолет. В этот момент он слышит сигнал. Оставшаяся у него ракета с тепловым наведением захватила цель. Я выпустил по нему оставшуюся ракету. К сожалению, она сработала как настоящий бидон. Ракета просто упала вниз из-под крыла. У него еще оставались боеприпасы, но не было достаточно топлива, чтобы гоняться. Этот был бы пятым по счету сбитым в тот день. Мне еще хватило наглости спросить оператора радара, нет ли там каких-нибудь мишеней на экране локатора по пути на базу. Но он ответил нет. Жорик возвращается на базу в Синайскую пустыню, где располагался фронтовой аэродром. Когда он заглушил двигатель, вылезти из кабины самостоятельно уже не смог. Его вытаскивали. Мои ноги трясло. Я не мог встать. После всего это был очень, очень напряженный бой. 10 минут интенсивной прокачки организма адреналина под нескончаемым умственным и физическим перенапряжением. Вращение, беды, перевороты. Все на максимальных, быстро сменяющих друг друга положительных и отрицательных перегрузках. Я не раз говорил с ним о том сражении. Спрашиваю, что заставило тебя не покидать поле брани. Он ответил, что у него и в мыслях не было свалить оттуда. У меня есть боеприпасы, есть топливо. Зачем мне куда-то еще? Есть мишени. Я должен закончить свою работу. Он действительно верит, что выйти из боя все равно, что выйти из жизни. Он истинный, яростный боец. Настоящий, неистовый воин. Через четыре дня, 24 октября, Жорик снова поднимается ул. Он сбивает еще три египетских мида. В тот же день закончилась война сунного дня. Георг Эпштейн продолжил летать на истребителе с дельтовидным крылом в израильских ВВС. Мираж, Нешер, затем был Кафир. В 1988 году, в возрасте 50 лет, он получил новейшую пару, теперь уже крыльев смешанной конфигурации. Истребитель F-16. НЭЦ. По-русски, яростный, так их называют в Израиле. Это наиболее совершенный летательный аппарат нового поколения, технически оснащенный в соответствии с новейшими разработками 21 века. Его крылья плавно смешивают с фюзеляжем. Он имеет мощнейший реактивный двигатель. Молодые израильские пилоты считают этот истребитель непревзойденной вершиной совершенства в плане удобств пилотирования, а также реакции на контроль и управление. Но для многих авиаторов старой классической истребительной школы, таких как Жорик Эпштейн, компьютерное вмешательство в управление летательным аппаратом лишает летчика-истребителя того, что было свойственно при пилотировании миражей, чистоты ощущений, чувствительности и чувств. Не летчик пилотирует F-16, а бортовой компьютер пилотирует F-16. Ты всего лишь еще один из бесчисленного множества датчиков для компьютера на F-16. Мне, как пилоту, необходимо чувствовать летательный аппарат. Нужно наслаждаться управляемым полетом и жизнью. Как на Мираже, а на F-16 этого нет. Можно добиваться высоких показателей и достижений, но его не почувствуешь и не прочувствуешь так, как Мираж. 27 мая 1997 года летчик-истребитель Геора Эпштейн в возрасте 59 лет совершил свой последний вылет на службе израильских ВВС. В носовой части его F-16 красовались 17 эмблем по одной за каждый спитый самолет. Все эти показатели боевых побед достигнуты на Миражах и Нешера. Они — безмолвное подтверждение наследства истребителей с дельтовидным крылом, а также бойцовского духа израильских асов пустынь и каньонов. Гера Эпштейн по сей день является самым результативным из всех летчиков-истребитель реактивной эры на нашей планете.